Люди, всем привет! В Сочи сегодня 8 июля, 2 часа ночи, город Сочи. Значит, только что стало известно, что телеведущий канала Руставе-2 грузинского Георгий Габуни обматерил в прямом эфире президента России Путина, причем сделал это неоднократно и совершенно не к месту, и просто вот это выглядело, ну, как вам сказать, низко, низкопробно, подло, это просто, вот я хочу еще раз сказать, кто, если кто-то кого-то хочет оскорбить, то поймите, как вы со стороны выглядите просто ужасно, вот посмотрите, как этот Георгий Габуни, как он ужасно, как он мелко выглядит, я просто хочу сказать, что вот кто меня, есть блогеры, которые меня сейчас поливают грязью, они даже маску надели, чтобы спрятать глаза, у них растительностью покрыто все лицо, я, конечно, понимаю, что это сравнение может быть неудачным, потому что речь идет о Путине, да, и кто я такой по сравнению с Путиным, ну, вообще, в принципе, я говорю, когда вы хотите кого-то оскорбить, именно вот оскорбить, вот, я обращаюсь вот к казахам, конкретно к казахам, ребята, научитесь различать, различать грань между критикой и оскорблением, вы считаете, что я Димаша оскорбляю, я Димаша не оскорбляю, но вам все время слышится вашими ушами, что я кого-то оскорбляю, как я оскорбил? Я сказал, что он поет хуже, чем этот, хуже, чем тот, что он мог бы петь лучше, чем сейчас поет, что надо пить вот так, вот так вот, и вам кажется, что это оскорбление. Короче говоря, по поводу вот этого Георгия Габуния, быстро президент США Грузии Соломея Зурабишвили от него открестил и сказал, что он провокатор, что, значит, тень падает на всю страну, там, некоторые грузины пишут в комментариях, что он подонок, что он просит прощения, другие грузины, наоборот, пишут, что молодец. Я хочу сказать, что это поведение недостойное, это низкое. Дело не в том, что он Путина обматерил, а дело в том, что он позволил себе в прямом эфире сказать это за глаза, хоть это, понимаете, ведь если бы Путин был в аудитории, вот, и один на один, и тогда бы он это сказал, тогда это поступок мужчины, а так это поступок шакала. И те, кто меня тоже вот сейчас поливает грязью, это шакалы, потому что они при встрече со мной, они будут обсираться, я вас уверяю, просто обсираться будут. Пускай мне он в глаза это скажет, понимаете, мало того, что он в глаза не может сказать, он еще и свои глаза закрыл, понимаете, чтобы его не нашли потом, не узнали. Я его найду все равно, найду обязательно. Это легко сделать очень. Вот поэтому про Грузию, смотрите, насколько подло ведут себя некоторые, некоторые, повторюсь, не все, но некоторые. Уже не первый раз они Путина провоцируют, понимаете. И я уже несколько раз грузинскую эту тему поднимал. Мне один пишет, такой грузин, такой Тенгиз, он, видимо, живет в Грузии, потому что у него клавиатура на английском языке, и он угрожает не только мне, он еще там кому-то угрожает. Я хочу сказать, что Россия спасла Грузию в свое время от экспансии Ирана, потому что они могли попасть в рабство к иранскому падишаху. Есть фильм такой, называется Георгий Саакадзе. Это, по-моему, мы снят в 43-м году во время войны. Посмотрите этот фильм Георгий Саакадзе. Я смотрел в детстве его. Там про то, как Грузия, когда угрожал Иран по падишах, они побежали к России, и Россия их взяла к себе. Понимаете, вот я хочу обратиться к некоторым нациям, я не буду их называть, что когда им было плохо, они все прибежали к России. А когда им стало хорошо, они забыли про Россию, отвернулись и убежали. Вот та же Болгария, та же Украина. Я могу много еще стран назвать. Вы забыли, как вы как сыр в масле катались? Грузия, я напомню, из 15 республик была самой бедной, самой бедной, самой нищей. Извините, республика, которая обладает полезными ископаемыми, там в Рустаме металлургический комбинатно находится, у которых два морских порта как минимум. Поти, Батуми, которые граничат с Турцией, граничат с Азербайджаном. И это была самая бедная республика. Дотационная. Почему? Они все воровали, они все разворовали. И Брежнев, дурак, вот Брежнев, дурак, он виноват. Не Горбачев, а Брежнев виноват, что Союз развивался. Он помогал и давал им деньги. Они там шили дубленки, там ботинки какие-то, джинсы там. Там капитализм был вообще. Я был в Грузии, я знаю, о чем я говорю. В 1981 году я был на Кавказе. Я видел, какой там был уже капитализм тогда. Им все разрешали делать. Понимаете? И вот благодарность. И это не первый раз уже. А что на Евровидении лет 10 назад грузины устроили? Они сочинили песню, где они обыграли фамилию Путин, потому что если перевести по-английски, put in, это переводится положить в. И они решили, что это очень остроумно, и там какой-то сделали номер такой. Конечно, этот номер запретили, потому что Евровидение вне политики. Я просто хочу сказать, что это вообще некрасиво, недостойно высмеивать более сильного, более, как сказать, уважаемого соседа серного. Ну, это, как сказать, ниже человеческого достоинства. Не важно, что это Путин. Я просто говорю, кого бы вы не оскорбляли, вы прежде всего оскорбляете сами себя. Вот когда вы это поймете, тогда я могу сказать, что вы человек. Вот серьезно. Вот даже вот животные, они, как вам сказать, когда трудно, например, наводнение. Вот на острове, на одном острове во время наводнения собираются медведи, волки, зайцы, лисы. И вы знаете, что никто никого не ест из зверей. Никто никого не ест. Потому что звери понимают, что всем хреново. И только люди не только пожирают друг друга, когда им хреново, но более того, они еще хотят усугубить, усугубить, то еще хуже сделать. И посмотреть, как мучается человек, и потом его сожрать, допинать его, понимаете, унизить, оскорбить. Еще раз я настаиваю на том, что человек, который оскорбляет другого, он не человек. Он не может называться человеком. У него нет человеческого достоинства. Когда-то Грузия, Россия воевали, понимаете, в 41-45-м. Егоров и Контари выдрузили флаг над Рейхстагом. Георгий Габуня забыл об этом. У него вообще мать, отец, что ему по-грузински мат, фэд. Отец, мать, мат, мат, фэд будет. Я с грузинами жил в одной комнате. В Москве мы учились. Я много чего знаю по-грузински, могу вам сказать. Дидима Длоп, например. Большое спасибо. Динава Тбилиси, моя любимая команда была. Что с вами грузинами произошло? Что вообще происходит? Я просто хочу сказать, что этот Георгий Габуня, ему кобздец. Это 100%. Потому что Путин не прощает. Не прощает. И правильно делает. Я Путина за это уважаю. Знаете почему? Потому что и Сталин такой же был. Сталин не прощал. Сталин не забывал. И если ему какой-то человек говорил, какие-то угрозы, вот в конце 20-х там на него были нападки. Он еще как бы им власть в руки не взял окончательно. Было под вопросом. Троцкий там был, Камень, Зиновьев. Они все его мешали. Ему один угрожал. И Сталин просто посмеялся. И прошло там, не знаю, 7 или 8 лет его посадили и расстреляли. И Сталин никуда не спешил. Он просто посмеялся и про себя подумал, что ну посмотрим. Посмотрим. Смеется тот, кто смеется последним. Поэтому я всех призываю к тому, чтобы люди научились отвечать за свои слова и в комментариях, и за оскорбления. Поймите, что рано или поздно придется ответить за те слова, которые вы пишете перед Аллахом, перед Всевышним, перед кем угодно, перед своими детьми. Вам будет стыдно потом за то, что вы писали. Я тоже готов ответить, потому что я оскорбляю только тех, кто оскорбляет меня. Но люди настолько слепы, настолько глупы, они даже не понимают, что они оскорбили другого. Вот они не понимают даже, что им можно все. Понимаете? Вам можно все описать, оскорблять, а мне ничего нельзя. Это тоже даже животные так не поступают. Я могу вам сказать, какое самое страшное животное? Самое страшное животное это человек. Потому что он уничтожает в себе подобных. Вы думаете, что человек это не животное? Так я хочу вас разубедить в этом. Человек мало того, что животное, человек это примат. Это родственник обезьян. Прямой родственник. Мы от обезьяны ничем не отличаемся. Просто мы разговариваем и ходим прямо. Вот и все. Мы изобретаем разные штуки. Биологически, биологически, эволюционно, мы являемся приматами с вами. Мы такие же животные. Просто мы научились разговаривать. Но думать мы еще. Некоторые из нас не научились. Понимаете? Вот в чем беда. Говорить мы умеем, а думать нет. Подумайте о моих словах. Я хочу, чтобы вы задумались над тем, что я говорю. Меня все больше и больше людей смотрит все-таки разумных. Я хотел свой канал вообще переименовать. Ришат Гуле. Канал для тех, кто хочет думать. Ну, как-то вот так вот. Но пока не получается переименовать. И поймите, что у меня канал все-таки интеллектуальный. Все-таки мне нравится рассуждать, думать, рассказывать о вещах, которые на поверхности не лежат, которые лежат в глубине, до которых нужно докопаться, которые не так очевидны. То есть, вот есть попсовая музыка, а есть более, скажем так, сложная музыка. Вот мне нравилась в детстве классическая музыка. Мне Тухманов нравился с детства. Прям с детства, с детского сада. Я не могу сказать, что Тарковский мне нравился. Но когда я посмотрел его первые фильмы, я не знал, кто такой Тарковский. Я учился в 10 классе. Я как бы там... Не то, чтобы они меня потрясли, они меня, так сказать, поразили. Поразили. Они, во-первых, были ни на что не похожи. Вот. Но мы опять залазим в дебри. Поэтому я почему всегда говорю, вот Тарковский там сравниваю, там плавленый сырок. А как вам еще объяснять? Вот до вас очень долго доходит. До некоторых. Очень долго доходит. Я вам и так про Димаша говорю, и сяк говорю, и про свой канал. И вы меня все ипсираете, ипсираете. И приводите мне в пример. Вот. Будда Гришна прав, потому что у него 70 тысяч подписчиков. Понимаете? Количество – это еще не качество. У меня канал. У меня нет хорошего монтажа. У меня нет хорошей камеры. Но у меня неплохие мозги еще-то. Я неплохо подаю материал. У меня качество контента. У Будды Гришны нету качества. У него количество. Понимаете? Советский Союз распался из-за того, что фабрики производили много говна в огромных количествах, которые никто не покупал. А то, что нужно было в Советском Союзе, не производилось. Был дефицит. И сейчас в Ютубе мы что наблюдаем? Издержки вот этой херни. Когда молодые блогеры выходят, которые выросли после распада Советского Союза, типа Будда Гришна, и он вас учит жизни, и вы вот, смотрят женщины после 50-ти, которые выросли при Советском Союзе, детство их прошло, они как дурочки сидят и слушают этого Будда Гришна, мне пишут, какой хороший парень, какой добрый, какой замечательный. Кому вы верите? Вот этому молокососу, которому 30 лет, а вам 55, и он вас лечит, и вы уши развесили. Какой хороший парень, какой лысый еврей, могу сказать. Будда Гришна вас, ваш. Лысый, лысеющий, жирный, ленивый, туповатый, недалекий, толстогубый, лживый еврей. Вот и все. Вот моя характеристика Будды Гришна. Я не знаю, еврей он или нет, я еврей не обзывательство, я просто указываю на его национальность, что он еврей. В этом нет ничего обидного. Это прекрасная национальность интеллектуальная. Я даю свою характеристику. Вам нравится его слушать? Ну слушайте. Вот и все. Только мне потом не надо писать, что у него 70 тысяч подписчиков в скобках за 5 лет. За 5 лет 70 тысяч. У него за 5 лет. Понимаете? У меня за 2 месяца 2700. И я делаю все для того, чтобы у меня было меньше подписчиков. Я говорю правду, которая никому не нравится. Многим не нравится. Я вижу, как у меня уже второй месяц отписки. У меня канал на месте стоит, остановился. У меня уже деньги в YouTube снимает. Я теряю в деньгах, я теряю в подписчиках. Но я продолжаю говорить то, что нужно. Мне одна подписчица, по-моему, Татьяна Батищева, если не ошибаюсь. Ей спасибо большое. Она присылает мне разные цитаты. И еще одна из Краснодара там, Достоевский сказал, что самое сложное для многих людей, это говорить то, что думаешь и быть самим собой. Вот что-то типа этого. Понимаете? Вот я один из многих блогеров, который выходит в эфир и говорит то, что думают и является самим собой. То есть я не продаюсь. Я не торгую собой. Я не хочу унижаться перед вами и говорить вам то, что вы хотите услышать. Поймите. И поэтому у меня мало подписчиков. Именно поэтому. Поэтому я говорю Тарковский. Почему? У Тарковского было мало зрителей. Его оценили только потом. У Леонида Гайдая много было зрителей. Но у Леонида Гайдая, я настаиваю, 3-4 фильма таких более-менее там. Ну давайте просто назовем. Ну бриллиантовая рука, да, такое. Ну что-то, да, такое более-менее. И я даже могу назвать им соавторов сценария. Марк Слободской и Яков Костюковский. Вот кстати, Яков Костюковский это двоюродный дедушка Семена Слепакова, который сейчас в Comedy Club всякие песенки пишет. И тоже какие-то сценарии дебильные. Вот его соавторы сценария. Я настаиваю, самые лучшие фильмы это Иван Исичмен профессию, потому что это драматургия, это Булгаков экранизация. И не может быть, это экранизация Зущенко. И там был соавтор Бахнов, еврей из Харькова. Писатель-сатирик, очень умный мужик, кстати. Вот все приколы он придумал. Вот это лучшие фильмы. Спортлотову 72 неплохой фильм. Но очень слабые фильмы у Гайдая это за спичками. Очень слабые. Опасно для жизни. Смотрели такие фильмы Гайдая? Ну это там Жених с того света, по-моему, тоже он снял. Смотреть невозможно. Много херни, понимаете, у Гайдая. Понимаете? А у Тарковского нет херни. Вот понимаете? У Гайдая количество, а у Тарковского качество. Отсюда вывод какой. Если вам нужно говно, ну ужрите говно. У Будды Гришны слушайте вот это фуфло, которое он вам толкает в уши. С тупым выражением лица, с таким абсолютно равнодушным, зажравшимся, там, не знаю, просто офигевшим от количества просмотров. Это не показатель, поймите вы, что это не показатель. То, что там Филипп Киркоров выступает, а на него там полный зал. Ну и что? Я никогда не пойду на Киркорова. Не пойду, даже, я не знаю, даже если мне заплатят, я не пойду. Вот серьезно. Лучше дома посижу, футбол посмотрю. Вот и, соответственно, в Ютьюбе вот такие вот люди сейчас. Поэтому, люди, научитесь думать. Все относительно. Я учился в советской школе. Я читал книжки много, зрение испортил. Поэтому я учу вас думать. Когда поступает какая-то информация, нужно задуматься над этой информацией. А что это за информация? И как ее правильно обработать? Вот, пожалуйста, пример. Да, у человека 70 тысяч подписчиков. Смотрим. Да, это количество. Это количественные показатели. Качественный показатель какой? Плохой качественный показатель. Потом смотрим по времени. Сколько существует канал? 5 лет. За 5 лет 70 тысяч. Это много или мало? За 5 лет. Ну, и вы сравниваете со мной? У меня за 2 месяца 3 тысячи. На чем я сделал? Скандал «Голос дети». Хайповал я? Нет. Я вообще первый открыватель этой темы. У меня есть ссылка на это видео в апреле месяце. Я первый записал видео про этот скандал. Почему? Потому что я предвидел этот скандал. За 2 недели до скандала я уже записал это видео. Что происходит, почему зажимают. Видео называется «Почему я перестал смотреть шоу «Голос дети». Много просмотров у меня?» Ну, про УСУ, да, там 76 тысяч есть просмотров. Про Барри или Басова. Я знаю, как сделать десятки тысяч просмотров. Знаю. Знаю прекрасно. Не хочу. У меня сейчас другие задачи. Я вообще сейчас буду постепенно. Я уже обещал, что я от Димаша отойду. Знаете, почему я не бросил тему Димаша? Потому что мне продолжают писать. Писать, писать, писать про Димаша. Я вынужден отвечать, отвечать, отвечать. Люди со мной спорят, спорят, спорят. И я вынужден доказывать, доказывать, доказывать. Мне нужно писать книгу. Пожалуйста, отстаньте от меня. Я хочу закончить книгу про Норильск. Про мой родной город. Я думаю, что до Нового года я буду занят вот эти полгода, скорее всего. Но лето может быть не так, но лето...